Новости на Дону Вопрос об учении детей с онкологией и ограничениями по здоровью одна из важнейших задач поддержки российского образования. Об этом заявил спикер Донского парламента Александр Ищенко. Обсудить специальные образовательные проекты в Ростов приехал доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Он известен как автор адаптивной модели школы для детей с разными возможностями. По его проекту проходят обучение маленькие пациенты областной клинической больницы. Чтобы дети на длительном лечении могли получать достойное образование, необходимо менять законодательство, уверен Евгений Ямбург. Мы движемся, но понимаете, ждать, когда мы приедем, в это время дети продолжают болеть. То есть очень многое можно сделать на уровне законодательного собрания региона, решения губернатора. Евгений Ямбург предложил создать межведомственную группу педагогов и врачей. Председатель ЗАГС Собрания инициативу поддержал. Закон об образовании и здравоохранении нужно совершенствовать, говорит Александр Ищенко. Мы готовы менять свое законодательство. Мы готовы менять систему сопровождения и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Если это невозможно сделать на областном уровне, мы будем инициировать изменения на федеральном уровне, в правительстве России, в Государственной Думе, в Совете Федерации. На встрече обсудили открытие в области новых реабилитационных центров с привлечением к работе некоммерческих организаций. В дискуссии участвовали сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова, депутаты Донского парламента и Ростовской думы, профильные министры и представители общественной палаты. Южнофедеральный университет не может убрать из списка выдающихся выпускников серийного убийцу Чикатило. Компания Google не отвечает на запрос университета, пишет Дон-24. Забивая в поисковике «Выдающиеся выпускники ЮФУ», Google выдает список, где сразу после Нобелевского лауреата Александра Солженицына стоит фамилия серийного убийцы. В Google отметили, что все дело в некорректном переводе. В англоязычной версии раздел называется «Знаменитые люди, связанные с университетом». На русский он почему-то переведен как «Выдающиеся люди». Первый запрос с просьбой убрать Чикатило из этого списка Южнофедеральный университет направил еще пять месяцев назад. Ответ не пришел до сих пор. На борту кенгуру сотрудники аэропорта Платов рассказали, каких животных берут ростовчане с собой на отдых. Чаще всего в прошлом году они перевозили кошек и собак. Самым необычным четвероногим пассажиром стал кенгуру. Пресс-служба Платова сообщает, что при перелетах внутрироссийскими авиалиниями для провоза животного достаточно иметь ветеринарный паспорт с отметкой о прививке от бешенства. Для перемещения за рубеж необходимо электронное ветеринарное свидетельство, оформленное в информационной системе «Меркурий». Кстати, перевозка животных не входит в норму провоза, бесплатного багажа и оплачивается отдельно. Это были новости ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации Донского гидромедцентра, завтра в Ростове будет до 5 градусов выше 0, осадки в виде дождя. В целине до 8 градусов со знаком «плюс», без существенных осадков. В Морозовске от минус 1 до плюс 1 и возможен дождь и мокрый снег. Субтитры создавал DimaTorzok